Уральские горы Это, пожалуй, самый богатый регион с точки зрения удивительных и таинственных мест. От фантастически прекрасных объектов природы до самых настоящих аномальных зон. Именно поэтому он так притягивает путешественников, и именно поэтому мы в очередной раз отправляемся на Урал. Путешествие Цель нашего путешествия – самый высокий и, по единодушному мнению нашей команды, самый красивый скальный массив Среднего Урала – Оракульский Шихан. Перемещаться в этих краях действительно проще всего на квадроцикле. Особенно в период дождей лесные дороги становятся скользкими и труднопроходимыми. Хотя это не может остановить настоящих любителей путешествий. Полюбоваться видами озер и фантастических скальных гряд приезжают квадроциклисты и джиперы. Альпинисты приезжают сюда проводить соревнования и тренировки. Само слово «Шихан» в переводе с тюркского означает «гребень высоких гор». Подъезжать к Шихану удобнее всего с запада, со стороны поселка Силач. Дело в том, что западный склон хребта намного более пологий, и по нему гораздо проще карабкаться на вершину, достичь которой этим путем можно без использования какого-либо альпинистского снаряжения. Очень трудно передать словами ощущения, которые испытываешь, внезапно оказавшись на гребне, у почти совершенно отвесного восточного склона, высота которого составляет 560 метров над уровнем моря и больше 60 метров над окружающей поверхностью. Можно сказать, что с метеоусловиями нам повезло, и за два дня пребывания в районе Шихана мы смогли наблюдать эти скалы как при ясной солнечной погоде, так и в тумане под дождем. И мы можем утверждать, что плохой погоды здесь не бывает. Своим видом Оракульский Шихан чем-то напоминает Великую Китайскую стену. Трудно поверить, что такое колоссальное сооружение, протянувшееся с севера на юг на несколько километров, и как будто бы сложенное из огромных каменных плит, получилось случайно, в результате вулканической деятельности и процессов выветривания. Причудливые очертания отдельных камней вызывают ассоциации с миром животных. Наверное, поэтому многим из них местными альпинистами присвоены собственные имена – черепаха, каменная голова, орел. Ширина хребта колеблется от 50 до буквально нескольких метров, поэтому, перемещаясь по Шихану, нужно быть предельно осторожным. Хотя какая может быть осторожность, когда взгляду открывается такая красота? С вершины Шихана видны одновременно около десятка озер. В том числе расположенное у подножия озера Оракуль. В переводе с башкирского его название переводится как «озеро между гор». В нем бьет очень много родников, поэтому вода в нем всегда чистая, прозрачная и очень холодная. Местные рыбаки утверждают, что именно здесь ловятся самые большие на Урале щуки. На вершинах скальной гряды нас заинтересовали чашеобразные углубления, почти идеально круглой формы, диаметром около полутора метров и около полуметра глубиной. Их происхождение пока остается загадкой для науки. В причуды природы трудно поверить, сомнения вызывают слишком уж правильная форма. Кто-то склонен считать, что это дело рук высокоразвитой цивилизации. Однако, пожалуй, самая правдоподобная версия заключается в том, что это наши далекие предки разводили здесь ритуальные костры, которые были видны издалека и, возможно, даже играли роль своеобразных маяков. В этом районе археологами обнаружено несколько стоянок древнего человека, эпохи ранней бронзы и раннего железа. Похоже, люди были способны оценить красоту оракульского шихана еще в глубокой древности. Интересно, а как выглядела эта местность 30 тысяч лет назад? Для того, чтобы найти настоящую аномальную зону, вовсе не надо забираться в глухие, удаленные от цивилизации места. Самое интересное, как правило, находится рядом с нами. Путешествуя по Уралу, мы не могли удержаться от соблазна посетить один из самых известных объектов Свердловской области. Так называемый Свердловский треугольник, которому приписывают множество необъяснимых явлений от полетов НЛО до появления привидений, расположен на восточной окраине Екатеринбурга, практически в черте города. Несмотря на близость крупного мегаполиса, сам треугольник представляет собой труднопроходимые густые леса, скалистые возвышенности, чередующиеся с топкими болотами. При взгляде на карту, район действительно напоминает треугольник, ограниченный дорогой на Новосвердловскую ТЭЦ и двумя карьерами на юго-востоке от озера Шарташ. Аномальные свойства этой местности известны очень давно и нашли отражение и в башкирском эпосе, и даже в рисунках древних людей эпохи Палеолита, стоянки которых были обнаружены в этих лесах. Непрекращающийся поток необъяснимых происшествий продолжает приковывать внимание и наших современников. Наш проводник в Свердловский Треугольник, Алексей Команев, много лет занимается исследованием неопознанных летающих объектов и различных аномальных зон в Свердловской области и за ее пределами. Мы сейчас находимся практически в центре такой устойчивой аномальной зоны, которую мы назвали Свердловский Треугольник. То есть здесь очень большое количество наблюдений НЛО было, начиная еще с конца 80-х годов. Я сам вот примерно в нескольких коннерах отсюда дважды наблюдал а неопознанные летающие объекты. Значит, здесь люди часто блуждают, хотя город он рядышком находится, и странно, что блуждать-то вроде бы и негде. Место непростое. Вот сейчас мы здесь походим с приборами, посмотрим. То есть, может быть, тоже какие-то вещи здесь сейчас обнаружим. Мы готовились к встрече с непознанным и взяли с собой несколько приборов, позволяющих оценить отклонения от нормы как радиационного фона, так и различных электромагнитных излучений. Но... Вот тебе, пожалуйста, ребята. Комп у нас не работает с вами. Хотя вчера вечером он работал. Так. А, интересное дело. Давайте все устройства, которые у нас сейчас есть, все проверим. Может, что-нибудь еще не работает? Голова у меня перестала работать. Ну, вроде бы. Как выяснилось, причина была очень проста. У нашего компьютера, который собирает информацию от целого ряда датчиков, оказалась полностью разряжена батарея. Случить такое в обычном месте мы бы вряд ли придали этому значение. Но мы же в аномальной зоне. Такие мониторинги мы проводим. То есть там раз-два в год такой полупоход. Мы всегда ходим ночью. У нас там какие-то фотоаппараты были, там фонари. Значит, и что-то у нас какое-то большое количество всего в плане батарей село. И вот мы вот находились вот буквально в полукилометре вот на берегу этого большого озера, болотистого такого, ну, болота, лучше сказать. Вот. Почему-то именно там у нас все умерло. То есть разные устройства, там разных людей, разной степени зарядки. Там они выключились. Что там было, ну, как бы тоже достоверно, не знаем. Кроме одного разряженного аккумулятора, в этот раз нам не удалось обнаружить каких-либо отклонений от нормы при помощи электронных приборов. И мы решили попытать счастье, используя обыкновенный компас. Тем более, что с магнитными аномалиями здесь уже неоднократно сталкивались. Я взял компас, и я обнаружил здесь вот странную вещь. Вот это наша дорожка, которая вот идет к озеру. Вот здесь, на этом самом месте, компас показывал, как положено. Потом, значит, мы стали смещаться вот туда, и вот уже буквально метрах 20 отсюда компас на 90 градусов сместился в сторону. Вот. Потом, как бы, я обратно вышел, и компас снова показал то же самое. Ну, вот я, кстати, сейчас, честно говорю, что пройдя с компасом повторно, вот я сейчас пока, вроде бы, как бы, он показывает без всяких смещений, все нормально. Но я не знаю, может быть, как бы, тогда что-то здесь было. В сторону север. Смотрим, нет ли склонения какого-то. Сколько-нибудь заметных отклонений в поведении компаса нам не удалось зафиксировать, сколько бы мы не перемещались с ним по территории зоны. Впрочем, и все наше видеооборудование тоже работало без сбоев. Поэтому мы не смогли хоть сколько-нибудь приблизиться к разгадке тайны Свердловского треугольника. Ну, сегодня здесь, видимо, все спокойно. Мы уже привыкли к тому, что в нашем распоряжении всегда есть целый набор электронных приборов. Спутниковые и сотовые телефоны, рации, различные устройства для подачи сигналов бедствия. Но надо признать, что даже в 21 веке можно оказаться вообще без связи. И единственным вариантом отправки сообщения будет старый добрый способ бутылочной почты. Что же можно сделать, чтобы бутылка с запиской с наибольшей вероятностью привлекла внимание людей? Не затерялась среди прочего мусора, и записка получила больше шансов попасть к адресату. Разумеется, тут могут быть разные варианты. Но есть способ, который сработает в 99% из 100 и основан он на психологии человека. Очень важно сделать так, чтобы бутылка была не просто заметной, но и вызывала непреодолимое желание заглянуть внутрь и ознакомиться с содержимым. Каким бы циничным ни показался правильный ответ, но самый надежный способ привлечь внимание к бутылке это положить в нее несколько денежных купюр. Психологи утверждают, что из всех возможных предметов для человеческого глаза именно деньги наиболее заметны. А уж заметив такую бутылку, вряд ли кто-то пройдет мимо, как ни в чем не бывало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова